Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это Чернобылит. Продолжаем проходить нашу интересную довольно-таки игру про Припять, про всякие интересные ресурсы необыкновенные, монстров, мутантов, личностей и так далее. Кстати, о личностях. У нас в прошлой серии был поход за тараканом, мы его спасли и теперь он у нас в группе. Правда, с ним отношения не очень хорошие. Почему я приехал в Припять? Ну и верно, у него есть на то причины. Он был твоим наставником, да? Я всегда на чеку, Оливер. Скорее всего, его будут охранять. Так, а вот это у нас вроде диалог был. Вот это я слышал, короче, вот это вот, ну, переговоры их, этих солдат Нар, но дальше не было перехвата какого-либо, не было задания. Так, три очканалка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте, блин, наверное, с тараканом. Здравствуй, мышонок. Готов продолжить наше великое дело. А, то есть я не могу еще у него обучаться, потому что у нас плохие с ним отношения. Но у него рельсотрон есть, я понял. Ну, ладно, фиг с ним. Оливер ничего не говорит, Миша ничего не говорит. Хорошо. Значит, у нас сразу задание пойдет. Таракан. 99% около Москвы, кстати, нам дает. Рыжий лес. Михаил 99%. А Оливера есть? 99%. 93% у него есть. Хорошо. Оливера 93%. Михаил в порт Припяти. Таракан в Око Москвы. Отлично. А сам я пойду в Капачи. Очень вероятно, что мой старый друг и наставник попал в Лапынар. Если это все еще тот Григорий Семенов, которого я помню, он обязательно поможет мне. Нужно его найти. Не было такого задания. Возможно, как раз это задание должно было быть, но у нас вот этот тоннель воспоминаний. Старый добрый Дед Мороз. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? Да. С чего бы ему работать на Нар, любимый? Да. Хороший вопрос. У него есть серьезные причины. Впервые ты говоришь что-то полезное. Реально, что-то полезное говорит. Впервые. Поделаю по факту. А, кстати, ребята, мы же сделали пушку. Пушку. Самую мощную пушку в игре с уроном 10. Это плазмомет. Мы сделали ее, и он выглядит вот так. Замечательно, абсолютно. И у него нету прицела. Это, понимаешь, это проблема. А как стрелять тогда им? ХЗ. Ладно, будем, если что, вблизи. В панике расстреливать всех, кто к нам подойдет близко. Вот, будем прям вплотную стрелять. Мало ли. Сохранение есть. Хорошо. Что-то лута уже больше нет у нас. Вообще ничего не осталось. Но не страшно. У нас запасы есть. Мы выращиваем все. Так сказать. Задел на будущее и на черный день присутствует. Задел на будущее. Эту записку мы с вами поднимали или нет? Я, честно, что-то слабо помню. Но здесь мы спускались. Но записку брали или не брали? На всякий случай. Да, брали получается. Ну, ничего страшного. Сейчас тут еще и за компонентами сбегаем. Так, и мы заблудились, как обычно. А, все, нашел. Зачем они сделали вот эту метку уликов повторную? Ну, сделали бы, то есть, так, что ты ее посмотрел. Все, она как бы, ну, лежит. Пускай моделька лежит. Но на радаре ее, чтобы не было. Так же, можно же. Кто это сбивает? Заставляет проверять еще раз. Мало ли. Так, 130 метров. Прилично бежать. Это в этих домиках, что ли, будет все? Лута вообще нету. Вообще. Но есть куколка. На превьюху пойдешь? О, отличные кадры. Ха! Так, там травка у нас есть. Ну, ладно. Я уже за ней не пойду. Травка нас меньше интересует, чем грибы. Если были бы грибы, вот за грибами я бы пошел, да. Вау! Вот смотри, как здесь просто антуражно сделана вот ландшафт леса. Прям очень круто. Постарались. Дизайнеры. Это вот что-то совсем новое. Мастерская. Ага, для брони. Ну, мне это не особо интересно, конечно. И никаких этих нету. Ни записок, ничего. Прыгать я боюсь, а то опять сейчас забажат меня. Помните, да, как было, что я запрыгался там до бесконечности? Нет, 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 нет. Надо идти дальше. У нас тут наверху получается зацепка. А тут и не пройдешь. А тут и не пройдешь. А, ну вот, дорога проходит. Вот здесь раньше было много лута. Лута, давайте еще раз проверим. Ну, так себе, я бы сказал. Раньше здесь было очень много лута. Нам нужно улучшить отношение с тараканом, потому что у него... есть полезные ачивки, навыки, которые нам нужны. А как это сделать? Ага, понял. Слушай, ну здесь уже прям сложно-сложно с ними драться. Сейчас. Хотя с бронированными я бы все-таки хотел по стелсу. Ага. Уже бронированных убирать много патронов надо или прямо чисто в голову, либо дофига внутрь. Ах ты сучка. Ну вот, без коммуникатора, который будет подсвечивать врагов, это очень сложно. Ну, то есть, это долго. Я бы не сказал сложно, это долго. То есть, нужно высчитывать его траекторию, смотреть, как он там ходит, сколько секунд стоит. Стык. 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 Но стараемся экономить нашу мораль. Зачем ее тратить лишний раз, если вот так вот в травку можно его положить. и все-все будут довольны, все счастливы. Опа, у нее там что, пушка Гаусс? А, рельсотрон у него, походу. Это вообще какое-то новое место. Так, и вон чувак стоит. Можем попробовать пушку в деле, а чтоб нет. Или у него дробовик, что ли? Ясно. Окружайте его, никакой пощады! Кремион, к нему, ребята! Огонь на повышение! Насколько! О-о-о-о! Это что, ее заряжать так надо? О-о-о! Он там долго не будет сидеть! У-у-у! Ну, это прям гранатомёт, короче, какой-то Охуеть Ну, ты видел, как он уж махает? Это прям БФГ, слушай, это БФГ из Дума Ну, прям механика очень похожая Правда, вот эта вот задержка, которая Заряжает, типа, знаешь Нужно там 2 секунды, грубо говоря, подождать Чтобы она шмальнула Ну, выглядит эффектно, мне понравилось Прям вообще отлично Сколько? Мы 3 заряда же потратили, да? Да, ещё есть Ну, если прям рядом попадёшь То, получается, она задевает всех Убивает всех А мы-то случайно тотемчики с вами не ставили? Я вот что-то припоминаю Это помещение И чё-то, мне кажется, мы здесь тотемы ставили Угу Копается, братан О, не ожидал тебя тут увидеть Ты... Это я Игорь Вы же помните меня, профессор Семёнов Столько лет прошло Я думал, вы давно на пенсии Ну, а мы ведь с вами люди науки Наверное, отдых просто не для нас Игорь, я так рад тебя видеть Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно? Что вы здесь делаете, профессор? Вы... Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самосёлами? Игорь, успокойся, пожалуйста Моё дело наука, как и всегда А политику и бюрократический вздор я оставляю другим И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся Я не превратился в доктора Мянгеля Я изучаю местную... Фауну Удивительное создание Очень опасное Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные ещё до Чернобыльской катастрофы Очень важно собрать всю доступную информацию Дай человеку дух перевести А то он начнёт тебя подозревать Похоже, его просто заставили работать с НАР Так мне кажется Сеня Да Похоже, они как-то связаны с Чернобылитом Ты знаешь о Чернобылите? У тебя была возможность его изучить? Мы могли бы сравнить выводы Но всё-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона Я не видел Татьяну 30 лет У меня, кажется, провалы в памяти Я не помню, что произошло в ночь аварии Мне нужно найти её и выяснить, что с нами случилось Четвёртый реактор Ужасная катастрофа Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте Вот что бывает, когда политики начинают управлять учёными Татьяна, такая чудесная девушка А твой друг Борис, вы везде ходили вместе Я называл вас своими тремя мушкетёрами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернётся со мной Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы Какая охрана, дед? Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду Теперь иди Мутный тип, конечно Мутный Мутный, мутный, мутный Очень мутный Здорово, братан А чё ты убежал-то? Ж хотел со мной драться Сука, вот это неожиданно он Как они так телепортируются, как суки последние Улика Тема испытания нано-раствора чернобылита Да, мы это тоже читали Задание выполнено, старый друг А, всё, можем валить Ну, в принципе, да Давайте мы сделаем так Сейчас я вернусь в убежище И мне надо будет прерваться от записи И я вернусь Ну, вы этого не заметите У вас будет стык просто Такой небольшой Скачочек Быстрое задание Чё, меньше 20 минут мы на него потратили Лута тоже, в принципе, не было Сейчас, наверное, сразу в следующее залетим Так, смотрим Старый друг Здоров, спокоен Поставка лекарств Здоров А чё это 0,5 только всего? Таракан водку принёс Красавчик Целый паёк Так, всё Давайте, ребята Сейчас буквально Раз, два, три Три, два, один И я снова с вами Так Что мы хотели Что мы хотели А, мы вернулись с вами С похода В убежище Я хочу с тобой поговорить Ну, давай Почему не мышонок? Крысиный король Отошёл по делам? Вот это подъебал Он скоро вернётся У нас мало времени Мне нужна твоя помощь Я должен узнать Что со мной случилось Я Помню взрыв Ты был рядом С четвёртым энергоблоком В ту ночь исчезла Татьяна Что ты помнишь? Немного Пожар Рёв сирен Люди в огне Крики, боли Это был Харьков 1972 Что? По-моему, ты перепутал время и место КГБ И несколько военных гениев Решили потушить пожар На газовом месторождении Подорвав ядерную бомбу Мощностью В несколько килотонн Эти кретины Разнесли всё к чертям Столб пламени И радиоактивного пепла В несколько километров Высотой Их жители близлежащих деревень решили Что начался конец света Но что ты делал в Харькове? Понятия не имею Пытаюсь вспомнить Но не выходит Знаю только, что должен был Наблюдать Спокойно, таракан Рано или поздно Мы со всем разберёмся Постарайся пока отдохнуть Ладно О, появилось, смотри Привет, таракан Я тут вот что подумал А ты можешь Меня чему-нибудь научить? О, конечно Я благословлён Мудростью великого крысолова И к тому же Много времени Повёл в зоне Могу дать тебе пару советов Экономность Теперь всё, что вы строите И изготавливаете в убежище Будет обходиться на 10% дешевле Маскировка Теперь врагам понадобится Больше времени, чтобы вас заметить Улучшение ПО Теперь анализатор среды Будет показывать врагов Да Да, 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 да Отлично Я готов учиться Ничего себе А чё это реплика? Оливер Оливер озвучил реплику Игоря Это важный для тебя день, мышонок Ведь сегодня Ты станешь Котом Теперь После доработки КБК Ты сможешь обнаружить Гадких солдат Нар Теней И прочих Живых существ А ещё Я поставил тебе Батарею Больше ёмкости Так ты сможешь Сканировать почаще Правда Это ненадолго Потом батарею придётся выбросить А то взорвётся Как по мне Это очень полезная штука Если ты уходишь на охоту Или просто пытаешься избежать опасности Перейдём к практике Я спрячусь А ты меня ищи Надеюсь, ты всё понял Ты ведь умный, мышонок Я с помощью коммуникатора должен его найти И считай До ста И не подгадывай До ста? А, ну это перемотают Так, а у нас появился Разряд людей Или у нас В другом всё равно будет А, сучок Я тебя вижу Вот смотри Вот так вот в игре Если бы я не знал Что он здесь находится Я бы его в жизни не заметил Вот Красная аура мешает А он вообще сливается с листвой Нереально Отлично, мышонок Видишь Такая полезная штука Не забывай Ты Или охотник Или жертва Таком закон природы Отлично У нас ещё есть два очка Можем ещё что-то у него Хорошо поработал, мышонок Научитесь Теперь тебе будет проще Справиться с крысами Что случилось, мышонок? Привет, дорогой О, как могу Так, давай Что выберем? Продвинутое улучшение Теперь анализатор среды Может гораздо чаще Сканировать территорию А, ну давайте тогда КПК Максимум Улучшим Отлично Я готов учиться Это же Оливер Это же Оливер Это же голос Оливера Почему? Что у вас Актёр пропал Озвучки Кхм Мышонок Я усовершенствовал Твой КПК Сканер теперь Расходует меньше энергии И быстрее заряжается Пригодится Когда будешь искать Чем перекусить Пойдём на охоту Пока будем учиться Заодно и пополним припасы Используй КПК Чтобы выследить И подстрелить мелкую дичь Какую мелкую дичь Белку? Крысу? А, тут можно охотиться На кроликов А я их просто получается Не видел Хорошая добыча Не забудь собрать мясо Мы этим не за развлечения Достаточно мужчинок Возвращайся Нужно отблагодарить Великого-то слова за то Что он благословил нас Этой пищей Так это кролики или крысы? Я чё-то не пойму Чё-то как-то странно, да? Ладно, мышонок Похоже, ты всё усвоил Молодец Подожди-ка 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 Ты же у нас красавчик, правильно? Так Подъём камеры Спуск камеры Показать интерфейс Вот так вот Т Па-па-па-па Так вот как-нибудь сделаем его Интерфейс уберём Три-два-один Отлично Тут ещё есть насыщенность Контрастность Но я думаю, это нам не нужно Угол обзора Усиление Миньетка Психический урон Нет, не будем делать А то мало ли превьюшек не будет Продвинутое улучшение ПО Супер То есть мы с вами Улучшили КПК Получается на максимум Главное успеть Стараканам Обучиться всему Чтобы потом Если вдруг он уйдёт У нас Как бы Пофиг было Так Аптечек полно Бутылок полно Давайте сортировать Так Да что ж ты в моих хранилищах стоишь-то А? Шо тебе надо Одна там Шо тебе надо Так, поехали Бутылку лишнюю Скидываем Ещё три бутылки водки Скидываем Фильтр Скидываем Патроны Патроны по Ике По Ике 11 пока что хватит Где-то ресурсы у меня были Вот здесь Тут у нас Так Разделяем Быстренько Оп Принять Оп Сделать Потом ещё раз Разделяем Оп Принять Оп Сделать Газолин Принять Сделать Так Травку мы ничего не делаем Аптечка 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 Наверное скинем Чё она нам Патроны для дробовика Металлическая пластина Вот эти патроны можно разобрать Наверное Мне вот сейчас запасы нужны пополнять 40 патронов для револьвера Здесь ещё один сделать 3 заряда Для молекулярного плазмомёта Хотя в принципе Может быть они и лишние Как вариант может быть Давайте 6 пока оставим Как потратим Сделаем Почему бы нет Патроны разберём Успокоительная нам нужно Нет У нас бутылка водки есть Успокоительная пока в запас Успокоительная в запас Травку в принципе тоже можно Запас Грибы Запас Как и вот этот взрыватель чернобылита Ну как бы и всё Оп по красоте Кажется Вот эти два слота лишние Можно вот эту мощную Наверное убрать Не знаю Не знаю Ну в принципе Если мы расширим А ещё вот эти вот 12 ячеек То нам пофиг будет Что Есть ещё дополнительные Туслаты Ну типа вот эти Заниматься Занимать будем Или нет То есть Вообще насрать Так Эти шесть патронов Не разбираются Одну отмычку Надо сделать Просто для отмычек Отдельное Блять Устройство Я в шоке Ну всё В принципе Всё Можно ещё вот эту броню Попробовать сделать Какая здесь самая Крутая Генератор силового поля Продвинутый генератор Силового поля Представляет отличную защиту Расщепляя все снаряды На подлёте Защита 9 Это максимальная защита То есть защита 9 У такой брони Смотри Защита 3 Защита 1 Тут защита 6 Защита 9 То есть Такая же Уровень защиты Как у тяжёлой брони Но Шум при передвижении Маскировка Минус 6 А здесь Минус 2 Минус 2 То есть Прикинь Насколько она круче Но грибы нужны Ребята Нужны грибы Генератор силового поля Окей Сделали Теперь нам нужны Ячейки 5 наверное сделаем Тактическая броня А кому её отдать Миша что ли Ну-ка Сэр Хватит меня так называть Достимусь я над тобой Расслабься Скучно тут Кушал английский завтрак Устраивал себе 5 o'clock Расчекал Настон Мартине Потягивал Мартини Настоящий Сука Джеймс Бонд На завтрак Я овсянку ел Если что Да попустись ты Я шучу Хотел я как-то На дело с британцами Нормальные ребята Мешали столичную С Рэдбулом Больные ублюдки Миша тебе заняться Нечем что ли Я знавал одного парня Когда вёл дела В Москве Не совсем британец Шотландец Кажется Дэниел Его звали Он был просто Помешан На московских Канализациях Он искал Проводника Ну я и устроил Ему подземную Экскурсию Заодно ещё Истории чумовых План рассказывал О бомбоубежищах Под Москвой Рекой В которых Путин спрячется Во время зомби-апокалиптиса О рептилоидах С Нибиру Которые контролируют Сколько сахара Тебе в Старбаксе Положат Правда он довольно Скептически Всё это воспринял Почему? Ты слишком много Времени провёл На загнивающем Капиталистическом Западе Товарищ Ты понимаешь О чём я В общем Поверь В душе Я остаюсь Украинцем Отлично За это стоит Выпить Как только я Найду что-нибудь Что горит Приколись Хочешь по меня Только да вот Смотри Если я тебе даю Такую броню Что тебе? Изобретательность Зато сопротивление 10 Да? А если такую дам То восприятие Ааа Восприятие Я понял Ха Ра Шо Так Вот эту мы скидываем Получается Нам пока тоже Не нужна А как броня Отображается Вообще Есть такое? Почему брони нет? А я её не использовал Я понял А вот они Загружаются Сами Да? А здесь Можно и больше Загрузить У меня больше По-моему Нету Ну да Я ещё могу Два сделать Но это максимум То есть В принципе Все ячейки Максимально Тогда будут заполнены Это кайф Это кайф Я согласен Так Ну и Всё Идём спать Тут же мы Всё разобрали Вот разобрали Когда у нас будет Серия с перестройкой Я честно не знаю Потому что По-хорошему Надо бы сделать Всё грамотно Хочется Хочется конечно Сделать Но Жертвовать Временем Тоже не хочется Посмотрим Да? Надо наделать Самых крутых пушек И отдать Надо проверить Кстати Если сейчас Вот этот плазмомёт Дать кому-нибудь Какие характеристики Будет Мы так не смотрели День 16 Так Ну давай Кому-нибудь Кто здесь у нас есть Таракан Готов узнать Что нас ждёт Впереди Конечно Так Таракан Смотри Есть я тебе даю Ну То есть Не всё В плюс уходит Я понял То есть Их нужно Как-то балансировать По собственным Вот этим вот Параметрам У них они Все разные Получается И кому-то Что-то Лучше Зайдёт Определённого Типа Молчишь? Игорь Есть минутка Я тут Пообщался По радиосвязи С моим Деловым Партнёром И что? Он по уши в дерьме Но тут удивляться Последнее задание Отмешивайся Окей Ладно Сделаем Смотрите Что у нас Здесь Оливер 99 Михаил 99 Центр Припяти Таракан Михаил 99 Рыжий лес Року Москвы Без разницы Оливер Сюда Так Получается У нас Еда Еда И медикаменты А мы Сами В порт Припяти Все Начать миссию Быстренько Сейчас пробегаемся Тестим КПК Как он Улучшился Насколько Быстрее Можно делать Михаил Я уверена И ты сам Видишь Сам Видишь Это задание Было Да У нас опять Повторяется Получается Через одно Было Новое задание С профессором Мы встретились И вот сейчас Задание Где он там В пятиэтажке По-моему Валяется Слушай Он прям Быстрее Да Уже Все Уже Призарядился Еще и Врагов Показывает Ну Блин Почему мы Таракан Раньше С вами Не встретили А Это же Супер У него Еще и Радиус Офигевший И Врагов Мы Видим А где Другие Вроде Не Не Понял Это Что Такое Это Новый Враг Это Какие-то Эти Лицехваты Из Чужого Слушай Ну тут На превьюшку Наверное Брать Так Фоторежим Погоди Братан Погоди Так А почему Так темно Тебе Подсветить Бо Надо Так Показать Скрыть Интерфейс А Ну вот Гамму Можем Поднять Его Видно Будет И Контрастность Немножечко Вселение Психический Урон О Ну что Ж Ты Делаешь Такое Ты Со Мно Сука Ну почему Мы в этой Красной Дымке А Не Ну так Ничего Так Кстати Ничего Так Может Тоже Пойдет На превьюшку Как Вариант Вот Он радиации Заражает Я понял Он то есть И коцает Нас И Радиацию Еще Делает Новый Тип Врагов Хотя Карта Старая То есть Возможно Мы здесь Еще Кого Увидим Так Это Больше Похоже На Солдат Тип 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 Играет музыка. Играет музыка. А почему здесь радиация-то? Подожди, а если я одену этот противогаз? Не, нихера, не помогает. В смысле, а как? А как я тогда должен быстро пробежать и собрать все? Ну, получается, нужно быстро бегать и собирать. Другого выхода нет. Я же не буду оставлять этот лут. Правильно? Собираем все. Ну, похер, расходники потратим, но сделаем новые, это не проблема. Не-ка-ты. Тут еще кончается, да? Все нормально. Это, конечно, какая-то подстава. Почему солдаты Нар спокойно ходят по радиационной зоне, а я нет? Вот опять радиация. Или я, типа, не заставляю так меня, чтобы я ходил? Че, он не задевается? А, то есть он должен вылезти, что ли? Ага. То есть здесь карта немножко изменилась? Ну? А че от него вылезаешь-то? Не понял. А почему он не вылезает? А, то есть я прям подпрыгнуть для него должен был. Нормально. Интересно. Да, вот здесь, я помню, были залежи. Мы тогда не могли попасть. Ну, в принципе, наверное, есть толк несколько раз ходить по одним и тем же локациям, потому что мы не все можем собрать изначально. То есть сейчас на текущем уровне развития да, мы можем все. У нас есть и отмычки, и взрыватели чернобылита, поэтому мы спокойно ходим, все, вылутаем все, что находим. Это окей. Может быть, в этом есть какой-то толк. Ну и как-то они немножко так обыграли, сэкономили, что не надо делать много локаций. Не успел ничего даже сообразить, братанчик. Братанчик не успел ничего сообразить. А я стреляю, я стреляю метко. Опа, 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 опа. Я стреляю метко на повал. Опа. Почти. Я в хейт ему попал. Почти просадил. У него там 90% ушло. Ой, я забыл вебку вернуть, да, опять? Но я молодец. Я молодец. Можешь написать об этом в комментариях. Патроны все покончались. А вот это уже интересно. Очень даже интересно. Как это у меня все патроны покончались. Что, мне теперь больше с собой носить надо? Да? Я бы не хотел. Так, а что у нас по радиационной безопасности? Минус 251. Мы очень сильно просаживаемся. По радиационной безопасности. Логично, почему во многих местах у нас нет доступа. Лута, лута-то сколько, лута. А, это внутри. Так, у нас есть что? Я не помню. Ну, теперь с усиленному КПК, конечно, да. Я буду душить вас лутингом. У-у-у-у. Вы просто офигеете. Почему? А, два раза срабатывает. Понял. Думаю, что он у меня шарахается все время в сторону. Я просто, получается, когда нажимаю резко одно направление, потом другое, у меня дабл клик, получается, срабатывает. И он, типа, делает у ворот. Так, ну, смотрите, у нас что? Какие варианты? Мы с вами радиацию хаваем. Точнее, анти-радиацию. Опять я без головы остался. Что ж ты? Не знаю, можно такое на превьюшку поставить? Жестко так. Жестко. У нас, видишь, сколько вариантов для превью теперь есть. Так, ладно. Что с патронами будем делать? У меня теперь только мощная пушка есть, и все. Типа, я могу строить ловушки, мины и автоматы, стреляющие по противнику. Такое есть. Фейерверки. Несколько фейерверков подключены к электронному таймеру. Они никому не навредят, но через 10 секунд привлекут всеобщее внимание громким шумом. Лазерная растяжка. Преступления никогда не приносили столько веселья. Пересечение лазерного луча приводит к взрыву, наносящий серьезный урон любому человеку или существу. Мина. Простая, но эффективная ловушка. При контакте взрывается и наносит урон всему, что попало в область поражения. Электрошоковая ловушка. Поглощающая ловушка. Вытягивает энергию из противников, находящихся в радиусе ее действия. Эффективная против созданий из чернобылита. И ловушка направленного действия. Выглядит примитивно, но испытывать судьбу с этой штукой не стоит. Если в зоне действия сенсора будет обнаружено движение, ловушка выпустит единичный взрывчатый снаряд, который уничтожит всех и все на своем пути. Слушай, ну это жестко. Я не знал, что такое есть. Инструмент для создания предметов. Базовая полевая мастерская. Так, патроны для револьвера. Патрон для дробовика, для винтовки. Противогаз. Ага. А, менять созданные ранние модификации для любого оружия. Прикольно. Давайте патроны замутим. Где-нибудь поставим. Нашу полевую мастерскую. И мне нужны патроны, да. А, нет, не дробовика. До револьвера. Есть в наличии 65. Откуда? Откуда ты мне покажешь, что у меня 65 патронов есть? Что за бред? Или 65 можно, можно изготовить? А, или это всего, сколько у меня еще там лежит? Так, ну 36 мы намутили. Наверное, еще, наверное, парочку сделаем, да. А, ну все, я больше не сделаю. Сделали сколько было? Впервые у меня не хватило с собой 40 патронов. Представляешь? Раньше такого не было. Кстати, мы что-то немножко серию затягиваем с вами, да. Как обычно. Ну, нищито не поделишь. Ой-ой-ой. Спакуха, братуха. Ой-ой-ой. Так, о диалоге мы тоже с ним все знаем. Так, давай-ка мы тебе тоже фоторежим сделаем. Ну, смотри, прямо это Мона Лиза. Так, ну я, конечно, тоже должен скрыться. Так, еще раз смотрим вот так, 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 так. Ну, кажется, уж всего вот так. Отлично. Быстренько сейчас скипаем с ним диалоги. Кто здесь? Не стреляй. Спакуху. Давай-ка я тебя подлатаю. Спасибо. Правда, у меня с собой ничего нет. Я... А, мотив. Так, все. Надо еще сбегать за этими штуками. Ну и на знак вопроса надо тоже сбегать, правильно? В принципе, получится часовая серия. Но мы много здесь чего наутаем. Отдохни немножко. Не, ну это штука классная. Я уже сразу знаю, где они находятся в радие. И реально проще и выслеживать, и выстреливать. И дэп остался тоже можно будет. А что мне по броне? А, броня у меня есть, но не полная получается. Сука, опять радиация-то. Откуда она берется? Так, а знаете, вопросы что? Чисто для прикола. Там еще чернблит где-то лежит. Чего? Где? Да как? Так, ну или что? Или мы серию здесь закончим? Чисто. Да блять, да что ж мне? Плохо-то везде. А почему он врагом подсвечивается? Странно, да, то, что он врагом подсвечивается. Конечно, может быть, просто люди так отображаются, но все равно странно. Вот это коридоры здесь. Так, что такое? Микропроцессорный переработчик. Так, ну ты мне, наверное, пригодишься. Ты мне пригодишься. Так, керамическую пластину мы еще оставляем. Вот эти нужны убрать. Эти тоже оставляем. Это ты не можешь. Слушай, ну, я не успеваю в любом случае здесь за серию что-то сделать. Придется, наверное, выходить. Сохранять и выходить. Сейчас, короче, побежим к точке. У нас по-любому там будет автосохранение. А, 90 метров сюда, что ли? Не, не сюда. Там дальше надо. Сейчас автосохранение словим. И еще, вот. Сохранение прошло. Давайте на этом закончим. Все-таки не будем превышать час. А в следующий раз продолжим выполнение этого задания. И, наверное, будем заниматься убежищем. Я так думаю, наверное, сделаем пересортировку. Ну, или я, может быть, знаете, если... Ну, что ж меня першит. Сейчас, одну секунду. Если я найду какое-то дополнительное время, там, минут 15-20, то, может быть, я вне серии сделаю перестановку. Запишу серию с того, что я вам покажу перестановку и как что разместил. Вот. И будет неплохо. И продолжим дальше проходить сюжет. И время тратить не будем. Ну, или ты знаешь, что можешь написать. А может, я и опрос сделаю. Давайте, наверное, все-таки опрос сделаю на всякий случай. Опрос сделаю по поводу того, делать ли перестановку в убежище в серии, или оставить это за кадр. Вот. А на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok